Шерлок, дружище. Альберт после окончания университета решил податься в школу. Больше не брали никуда. Учителю истории сложно найти свою нишу. Рынок вакансий практически не оставляет вариантов. И вроде обычная школа, не элитная, но на работу оформляли так долго, как будто в школе этой обучались не рядовые обултусы, а какие-то принцы и принцессы. Альберт оформил санитарную книжку, но директрисе этого было мало. Потребовала справку о психиатра. Альберт записался на прием. Почему-то ситуация странно веселила его. В назначенный час он вошел в один из кабинетов областного психоневрологического диспансера. За столом сидел Шерлок Холмс. Вернее, Василий Ливанов, который сыграл Шерлока Холмса. Так здорово, что даже англичане это признали. Конечно, врач был всего лишь очень похож на актера, но Альберта уже так развеселило это сходство, что он, собственно, забыл, для чего он явился в этот кабинет. «Как поживаете, мистер Холмс?» – спросил Альберт, выдержав долгий взгляд психиатра. «Благодарю вас, мистер Горобчук. Все хорошо». Помедлив и взглянув мельком в карточку, ответил врач. «А где же ваша трубка? А где доктор Уотсон? Моя бабушка курит трубку, а доктор Уотсон сейчас будет». И доктор нажал тревожную кнопку. Через полчаса крепко зафиксированного Альберта санитары погрузили в машину. Он все еще был настроен дурашливо, пел сладким голосом «Одному тебе я верю, Шерлок Холмс, отыщи мою потерю, Шерлок Холмс». Он еще пытался скопировать акцент Лаймы Вайкуля, которая в незапамятные времена пела эту песню. Когда его доставили в больницу, и Альберт догадался, что кроме него шутить никто не собирался, он принялся путанно объяснять, что он совершенно здоров, но это только усугубило его положение. После первичного осмотра его поместили в палату к «О ужас!» настоящим психам. Он сперва заплакал, а потом уснул, укол подействовал. Когда он проснулся, огромный детина в грязно-белом халате велел ему собираться. А Альберту собирать было нечего, разве что пижаму, которая слетала с него, такая огромная. В приемном отделении ему выдали отобранные вещи, отняли огромную пижаму и страшные тапки. На улице его ждала мама. Они вышли из ворот, сели в машину и поехали молча. Альберт хотел объяснить маме, что это просто стечение обстоятельств, но мама сидела с таким неприступным видом, что Альберт решил, что лучше не возникать. Водитель включил радио, ретро-ФМ, и по закону подлости первая же песня про Шелка Холмса. Альберт сперва тихо, потом громче стал подпевать лайми. Водитель вдруг выключил радио, повернулся к маме и тоже пропел. Поручик Голицын, а может вернемся? И мама захохотала. Она вообще была веселая, но когда звонят и говорят, что сын в дурке, не до смеха. Хорошо, что шеф у нее, понимающий, машину дал. Смеясь, мама спросила, а просто справку взять было нельзя? Мам, да он просто похож на этого актера, что Холмса играл. Да? А он решил, что ты похож на сумасшедшего. Ладно, учти это в последний раз. И справки у тебя так и нет. Так что ты опять должен идти в психоневрологический диспансер. Пойдешь к моей знакомой, Кларе Вольфовне Ренчак. Она спокойная старушка, одной ногой уже на пенсии. Только не вздумай опять что-то чудануть. На следующий день Альберт опять пришел в диспансер. Нашел кабинет, где принимала Клара Вольфовна. Постучался и вошел. Старушка была почти точной копией артиста Шифрина. С той небольшой разницей, что у артиста не было седых бакенбардов. Да и Клара Вольфовна выглядела значительно старше. Альберт уже собрался отмочить какую-то шутку. Но вовремя вспомнил, что у психиатров чувство юмора очень своеобразное. Он помолчал, ответил на пару вопросов. Получил вожделенную справку. Альберт работает в школе. С нежностью вспоминает свою палату. Ведь нынешние дети намного страшнее его соседей по палате. Друг Альберта Серега, учитель физики, часто шутит. Что, мол, нужно было оставаться Альберту в дурке. И еще добавляет, что они сели не в тот трамвайчик. Что трамвайчик больше напоминает еллоу субмарин. Но кто-то же должен детей учить. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...